если вы до сих пор по какой-то причине сомневались насколько хорошими получились трехтысячные райзены то вот вам в общем-то наглядное подтверждение очень хорошими очень хорошими вот как это называется вот как мне компьютер за 200 тысяч рублей ух ты а я что такое ой-ой-ой поставил карту за 30000 5700 и кстати тоже вот такая хрень вопрос на что я потратил бабки разрешение поменять ой-ой-ой-ой-ой и перезагрузка мать моя женщина и ты уже господи с богом всем привет и так это обещанная вторая часть видео в которой я расскажу и покажу на что способна сборка на девятом райзене с видеокартой rx 5700 xt но напомню что данную сборку я собирал в гипермаркете огое только там я и нашел девятый райзен и скажу наперед мне понравилось как он работает и это абсолютно без приколов действительно хороший камень но вот обязательно общую картину испортил кто правильно видеокарта 5700 xt и второе конечно же это оперативная память и из материнской платы в общем если помните я взял 16 оперативы за 23000 рублей или 9000 гривен и вот она не работает стабильно на своей заявленной частоте 4266 нет компьютер конечно заработал на такой частоте но синтетику не проходит даже если выставить 3400 я пытался лично понизить частоты крутил первичные вторичные тайминги менял вольтаж изучал кучу материала и стабильно оператива заработала только на 3200 именно эти частоты и указаны на сайте компании amd как максимально допустимые для девятых райзенов и не только в таком случае возникает вопрос если сама же компания пишет про 3200 то зачем производителей указывает на своих материнках 4600 или даже больше это просто возможно какая-то реклама и нужно понимать что таких высоких частот достигнуть крайне сложно если даже не сказать нереально хотя нет конечно можно запустить винду я даже сумел это сделать но тесты и синтетику они не прошли и сразу идут в ребут понимаете в этом случае можно действительно сказать я взял не ту материнку не ту оперативу не тот блок питания и мне просто не повезло и в этом даже нет вины и компании amd ну стоит немножко объяснить зрителям и повыделываться непонятными словами в общем у этой платы срок теобразная разводка dim слотов для модулей памяти и поэтому у нее возникают сложности с разгоном именно двух плашек оперативы на высокой частоте и вот для этой материнки желательно брать сразу четыре планки вместо двух плюс к этому уникальное в скобках архитектура райзенов так устроено что они очень любят двуранговую память с низкими таймингами и вот в этом случае я взял как бы крутую модную оперативу на чипсетах бедя и samsung но все равно она одноранговая и еще к тому же материнская плата из-за т-образной разводки любит сразу четыре планки и значит не может работать стабильно с этими двумя честно друзья и у меня не было особо желания покупать еще 16 оперативы чтобы стало четыре планки уж простите но тратить 45 тысяч рублей на оперативу я как бы наверно воздержусь и кстати насчет разгона райзен 9 то здесь тоже все очень странно но с положительной точки зрения объясняю как мне показала практика без разгона райзен набирает сэнд бенч без проблем почти 7 тысяч баллов это очень большая цифра потому что а девятый на моем домашнем пока в разгоне до пяти сумел набрать всего лишь 4500 то есть разница крайне заметно но потом я решил все таки разогнать 9 разин до предела то есть это 4500 по всем ядрам и в том же сэнд бенч внезапно упали цифры и райзен набрал 5600 и еще при этом вольтаж поднялся до лютых 145 и скорость я как бы стала ниже короче так что по сути это как бы хорошая новость но и в то же время возникает еще один встречный вопрос зачем нам нужен чипсет x570 который далеко не везде держит быструю память и тем более разгон топовых камней наоборот как мы видим ухудшает ситуацию я абсолютно не вижу смысла в этом чипсете можно спокойно поставить данный процессор скажем старый b450 и память взять и 3200 и я уверен будет такой же результат короче друзья ладно давайте я подведу все вышесказанное под одну общую черту и так тестировать данную сборку на девятом райзене я буду 16 оперативы на частоте 3200 и ровно такая же память будет стоять с i9 9900 кей но проц будет внимание в разгоне до 5000 что логично если у тебя камень с индексом кей как бы ну понятное дело райзен же наоборот разгон ему особо не нужен он и так быстрый мы уже видели что разгон ему наоборот делает только хуже поэтому я считаю условия одинаковые и даже видеокарты тоже примерно одинаковые потому что блогеры часто сравнивает 5700 xd с rtx 2070 супер хотя последнее стоит на 6000 рублей дороже но якобы rodeon даже в этом случае все равно как бы быстрее и в чем бы мне лично хотелось убедиться итак друзья начнем первым давайте же проверим работу в самых доступных приложениях и тут я не стал брать какие-то вот специфичные инженерные или там всякие 3d production а я взял основные которыми пользуюсь лично я и возможно обычные люди это как правило адоб премьер sony vegas работа с photoshop мувави и так далее в общем начнем с адоб премьер и тут рендер видео на две минуты в 4к формате в стандартном пресете на моем пк с i9 на это все ушло ровно две минуты то есть начали мы в 59 минут а закончили по часам в 13 01 в то же время ryzen 9 и карта 5700 xd в таких же ровно условиях с такой же памятью и видеофайлами на две минуты и потратил на это все две минуты 30 секунд то есть начали рендер в 30 то есть 10 5 утра 34 35 а закончили по часам в 37 минут ровно то есть на полминуты а 9 быстрее справился чем ryzen 9 далее я решил сделать еще один важный тест для тех кто занимается фото и скажем часто снимает их сыром формате raw с последующим пережатием в тиф для фоторедактирования я лично я часто так делал во времена ретуши фото для изданий там было в среднем 230 фоток для пережатия так вот в этой сборке с i9 я закинул 82 фотки и вот с этой задачей компьютер справился за 32 секунды примерно то есть в 23 мы начали и 55 закончили и следом конечно ровно столько же 82 фото я забросил в конвертер на сборке с ryzen 9 и он справился с этой же задачи очень быстро я бы даже сказал крайне быстро примерно за 20 секунд то есть начали в 23 закончили в 43 то есть это ровно на 10 секунд быстрее чем а 9 ноги это уже интересно и следом я также решил проверить скорость рендера видео в sony vegas я забросил просто 5 видеофайлов на ленту и выставил пресет full hd 30 кадров с поддержкой куда ядер то есть упор шел не только на проц а 9 но и на видеокарту artex 2070 супер таким образом моя домашняя сборка потратила на рендер 2 минут 15 секунд однако проц был загружен ну на сто процентов по всем ядрам что ставила абсолютный крест на любых манипуляциях кроме рендера то есть даже какой-нибудь там несчастный браузер запустить это в принципе создавала всякие фризы ибо ресурсы полностью ушли на рендер видео и следом конечно же я забросил ровно те же пять видеофайлов на ленту но уже на сборке с ryzen и карты 5700 xt и вот в таких же самых условиях full hd 30 кадров я выставил поддержку open сель это типа вот уже самое аппаратное ускорение для родионов вроде куда ядер и но короче сборка справилась за одну минуту 54 секунды что на 20 секунд быстрее чем на сборке с i9 и artex 2070 супер плюс к этому обратите внимание разин был загружен не на сто процентов какая девятый а примерно на 80 то есть можно было даже рисовать photoshop или смотреть видео без фризов и в конце давайте я проверю еще что-то более мне знакомое например запущу редактор мувави именно в нем я и делаю свои видео но в общем он очень простой и так вот в нем снова таки я закинул пять видеофайлов на ленту и выставил пресет full hd но сперва я поставил поддержку куда ядер он же nvn от компании nvidia из такой задачи сборка с i9 справилась катастрофически быстро всего лишь за 20 секунд это очень хороший результат и ровно вот в таких же условиях но уже на девятом разине из карты родион я включил также поддержку open сель так вот тут все очень даже печально на рендер видео ушло целые две минуты то есть можете себе представить если я буду рендерить видео через карту 5700 x и и на это у меня уйдет ну например 10 минут и ровно такое же видео и я сумею сделать в пять раз быстрее то есть за полторы минуты на artex 2070 супер ну окей ладно здесь как бы все понятно уже с радионами и все-таки давайте проверим это же видео но я выключил поддержку видеокарт на двух компьютерах и знаете в этом случае сборка на а девятом оказалось все таки но немножко быстрее если быть точным то разин девятый отрендерил видео за три минуты 12 секунд а проц а девятый справился почти на 20 секунд быстрее то есть 2 минуты 54 секунды таким образом мне как человеку который рендерит все свои видео через мувавис карты artex явно не подходит сборка в которой стоит видяха радион и честно сложно сказать кто лучше проявил себя в этих рабочих задачах и кому отдать преимущество но все-таки если люди раньше думали что разины только для работы а intel для игр то это абсолютно не так оба компьютера хороши в работе и очень быстрые но мне лично для монтажа в мувави точно не подходит карта радион и вообще на следующих тестах как раз таки еще раз это именно докажет докажет что аимди делают хорошие процента у них действительно пока что все не очень замечательно в плане видеокарт я объясню это на реальном примере вот небольшое вступление в общем давайте все таки ближе к делу и сперва запустим пятый battlefield в котором якобы везде у блогеров побеждает 5700 xd перед карты 2070 супер что довольно странно я буду выставлять только ультра настройки в юге или просто в 2к да я знаю что кого-то очень бесит что я называю это 2к но я это делаю только для зрителей им это более понятнее чем какой-нибудь там векю hd 2к это почти в два раза больше чем стандартный full hd закрыли тему в общем я не подкручивал некие частоты видеокартам не прошивал им биосы оставил все как есть и вот тут сборка с i9 и карты 2070 супер выдает в пятой батле в среднем 100 кадров и ровно в тех же условиях с такими же настройками ryzen 9 и 5700 xd рисует что-то под 90 кадров то есть я думаю тут нечего комментировать сборка на железе аэмди уступает в этом тесте с упором видеокарту и поэтому давайте я понижу настройки до минимальных и выставлю разрешение 720p на обеих компьютерах и так в этом случае ситуация особо не меняется и с упором в проц получается 200 кадров на ай девятом хотя если там не стоял лог на 200 кадров то я думаю было бы даже 200 плюс и как бы на девятом райзене мы видим в среднем от 180 до 190 кадров то есть а девятый хоть и не сильно но все-таки быстрее в этом плане но кей едем далее теперь запустим от са синкрит и конечно сначала проверим сборки с упором gpu и тут все так же как и прошлый раз я выставил ультра-высокие настройки в 2к и вот в первом случае 2070 супер жмет в среднем от 65 до 70 кадров а вот его прямой конкурент хоть и очень старается но не может поднять свой фрейм до 70 и в среднем выдает около 60 я думаю это заметно зрителям и без моих комментариев хотя опять таки по идее 5700 xd должна быть как бы на уровне а то и быстрее но кей может быть все таки дело в процессоре и поэтому давайте я понижу настройки до минимальных и выставлю 720p чтобы сделать упор в процессоры и тут повторяется история как в том же пятом battlefield хотя наверно даже еще хуже если а девятый рисует среднем от 140 до 160 кадров то его конкуренту 9 райзен может поднять фрейм всего лишь до 130 или еще что хуже дропнуть до 115 в одинаковых условиях наверно кто-то скажет что от са синкрит специально адаптировали подпроцы intel и да я знаю карта не та и тесты не тесты ну короче кто считает что я не прав соберите ровно такие же две сборки и проведите свои личные тесты я вам поверю без проблем это несложно хорошо давайте следом проверим третью игру которую я хотел бы еще обязательно показать зрителям это то что действительно требовательная и беспощадной именно к процессору и поэтому конечно это будет watch dogs 2 и тут сперва давайте пройдемся по видеокартам сборках и на ультра запредельных high 5 и светях и 2070 супер совсем немножко быстрее 5 700 экстину там буквально на 4 5 кадров не больше я бы даже назвал такой результатом ну почти равным и не вижу особых проблем с обеих сторон все работает хорошо и стабильно обе карты справляется замечательно однако знаете все не так хорошо или даже я бы сказал катастрофически не так хорошо обстоят дела если делать упор в цепку на минимальных 720p то есть я трижды перепроверил этот тест возможно где-то упустил какие-то настройки но нет мне даже как-то стало немножко обидно за 9 рай за не знаю но он с трудом в очдокс берет 100 кадров против 140 или даже 150 на а 9 то есть разница ну почти в 50 процентов не обращайте внимание на то что карта 2070 загружена больше чем 5 700 эксти просто я вам объясняю а и 9 успевает отрабатывать и готовить больше кадров для видюхи поэтому она якобы закружена больше и как бы здесь она по факту ни при чем короче давайте в конце еще быстро проверим сборку в метро исход и уже будем на этом заканчивать и так нужно быть предельно внимательными уважаемые зрители вид настройки в метро они отличаются от тех что на видеокартах радион там нет трассировки лучей и поэтому я оставляю все на ультра в 2к но с включенной физикой и тесселяции и вот ровно с такими же настройками в одинаковых условиях мой домашний пк держит отметку на уровне от 65 до 70 кадров или даже чуть выше а сборка конкурент хоть и жмет на уровне 60 но все-таки явно уступает причем уступает не 2-3 кадра почти 10 или даже возможно 15 я думаю тут сильно заметно преимущество именно видеокартах если кто-то думает что разница в цене в 5 или возможно 6000 рублей за переплату 2070 супер то видно все равно что как бы эти видеокарты очень разные по скорости потому что если в этом же тесте сделать упор в центральный процессор и выключить например все на минимальных и выставить 720p то наоборот разум 9 малость опережает а 9 хоть и не сильно но так на 10 15 кадров а значит как бы здесь процессор ни при чем все-таки карты имеют разницу по скорости и лично я полностью для себя убедился что сборка на железе а имиде могла бы стать куда более производительная и стабильная в работе если поставить нее карту 2070 супер но связки со своей родной карты rodeo m5 700 x и она именно в этих играх уступает и причем уступает очень даже заметно и то же самое касается райзен 9 он тоже якобы не победил а 9 а наоборот где-то даже уступил в монтаже видео или что еще более заметно именно в играх нет он принципе знаете достойные мощно это реально серьезный камень но это далеко не та победа о которой нам уверенно кричали блогеры на старте продаж такая прямо турбина такая прямо ух я понимаю что в то время нужно было сделать и рекламу новым продуктом они везде побеждали intel и поэтому мне я думаю скорее всего из-за этого не дали железо чтобы я не снял анти рекламу потому что людям нужно было донести что райзены и новый rodeo на это вот якобы революция но как мы видим никакой революции не случилось я как сидел на своем рабочем пкс и девятым так и останусь наоборот райзен 9 сейчас находится в дефиците его сложно достать купить и цена почти 50 тысяч рублей против 37 за тот же ай девятый плюс к этому к нему обязательно нужно еще взять материнку на x570 чипсете это единственная новинка и она тоже стоит как вы поняли копейки и вот поэтому возникает встречный вопрос а кому нужны сегодня дополнительные затраты за примерно одинаковую работу приложениях и еще при этом это железо уступает как бы а девятому с 2070 супер пусть каждый сделает для себя свои личные выводы я снял то что я снял и на этом мои полномочия как бы все окончено если хотите увидеть еще что-то в таком формате и например сравните разин 53600 против 9400 ф то ставьте лайки хотя я не люблю все это выпрашивает в общем наберем 30 тысяч и я сниму видео без проблем на этом у меня все следующее видео будет уже скоро это будет пуля из говна всем желаю только удачи и до новых встреч на канале пока пока